Редактор субтитров А.Семкин Коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре Итак, сегодня Международный день ювелира Что касается знаменательных дат и событий, то в такой же день в 1924 году принята первая Конституция СССР В 1729 году издана первая печатная книга с арабским шрифтом В 1864 году в Москве открывается для посетителей первый в России общедоступный зоологический сад Московский зоопарк В 1916 году основан Нижегородский государственный университет В 1992 году вышел первый выпуск российского ток-шоу «Тема» В этот день в разные годы родились такие известные люди, как российский поэт, прозаик и переводчик Автор многих популярных песен Яков Хелемский И советская летчица, герой Советского Союза Валентина Гризодубова Далее нашу программу продолжит музыка Не переключайтесь Далее нашу программу продолжит музыка Девочка с горьком с песней пришла Радость и улыбку с собой принесла Давай запевать со мною Кавказ Ведь нам не хватает счастливых глаз Давай запевать со мною Кавказ Ведь нам не хватает счастливых глаз Все помнят, как дружно мы жили вчера И в гости ходили друг к другу всегда Бывало, все вместе за стол собирались друзья И пели, плясали всю ночь до утра Бывало, все вместе за стол собирались друзья И пели, плясали всю ночь до утра Пой Кавказ, пусть песни летят над горами Мой Кавказ, ты радость моя и печаль Пой Кавказ, пусть песни летят над полями Ты мой Кавказ, тебе всем сердце верна Мой Кавказ, пусть песни летят над полями Простая кавказская девушка Но все же прошу послушать меня Скажу вам, довольна дня и войны Ведь мы же кавказцы мы духом сильны Скажу вам, довольна дня и войны Ведь мы же кавказцы мы духом сильны Пой Кавказ, пусть песни летят над горами Мой Кавказ, ты радость моя и печаль Пой Кавказ, пусть песни летят над полями Мой Кавказ, тебе всем сердце верна Мой Кавказ, пусть песни летят над полями Песня «Россельхознадзора» О приоритетном направлении работы ведомства моему коллеге Умару Тикееву рассказала заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. Светлана Алексеевна, доброе утро. Доброе утро, Умар. Светлана Алексеевна, сейчас идет активная борьба за чистоту земель сельхозназначения. Это, по сути, одно из важных направлений в работе Россельхознадзора. Можно ли говорить об определенных результатах в этой сфере в прошлом году? В конце 2022 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора был проведен анализ выявления свалок на территории Карачаева Черкесской Республики. С 2017 года по 2022 год на земель сельхозназначение за 6 лет было выявлено 120 свалок на площади около 30 гектаров. Ликвидировано 85 свалок на площади более 22 гектаров. По результатам анализа проведенной работы мы видим, что за этот период идет снижение площадей, выявляемых мест захламления. Если раньше площади захламления выявляемых свалок составляли тысячи квадратных метров, то сейчас это сотни квадратных метров. В основном несанкционированные свалки находятся на земельных участках, которые прилегают к землям населенных пунктов. Такие, как присельские пастбище, а также это земельные участки, где собственность не разграничена. Светлана Алексеевна, сколько с начала года, я имею ввиду прошлого года, обнаружено несанкционированных свалок и в каких районах больше всего выявлено? С начала года специалистами отдела было выявлено 56 свалок на площади более 8 гектаров. Наибольшее количество свалок было выявлено в Прикубанском районе 12 свалок, в Адагихабрском районе это 9 свалок и в Карачаевском районе это 6 свалок. Как эти нарушения влияют на плодородие почв и качество земли? В свалке твердых коммунальных отходов очень негативно влияют на плодородие почвы. Почва является сложной системой, где все процессы взаимосвязаны. Исключение или ослабление каких-либо ее компонентов влияет на изменение качественного состояния почвы и потерю ее ценных качеств. Что снижает, конечно же, продуктивность растений. Наличие свалок на земле и сельхозное значение приводит к химическому и биологическому загрязнению почвы. Снижает содержание внеорганических веществ, образованию газа и уплотнению грунта. Загрязнение веществ вызывает гибель живых организмов, вырабатывающих гумус. Соответственно, происходит снижение плодородия почвы. А биогаз снижает воздухообмен в верхних плодородных слоях почвы, в результате чего у растений, особенно культурных растений, задерживается рост и они из-за этого могут погибнуть. Также в течение времени под свалками происходит уплотнение грунта, меняется механический состав и другие физические свойства почвы. Занятые свалком земли автоматически выходят из сельскохозяйственного оборота, то есть не используются по сельскохозяйственному назначению. А как собственник участка обязан ликвидировать свалку? Достаточно ли просто вывести мусор с этого участка или нет? Ликвидация свалки – это очень трудоемкий процесс. Ликвидировать свалку – это значит привести земельный участок в состояние, которое было до причинения этому участку вреда. Ответственность за размещение свалки на землях сельскохозяйственного назначения несет собственник земельного участка, на котором выявлена свалка. Если участок зарегистрирован в установленном порядке, если земельный участок не востребован, то есть собственника у земельного участка нет, то ответственность по ликвидации свалки несет администрация муниципального района, на территории которой находится данный земельный участок. При обнаружении свалки сотрудники нашего отдела отбирают почвенные пробы. Для определения наличия загрязнения вредных веществ в лаборатории проводят химико-токсикологические исследования. В случае выявления в пробах тяжелых металлов продуктов горения и иных вредных веществ, правообладателю земельного участка рассчитывается и предъявляется ущерб размера вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Выявленная свалка ликвидируется тогда согласно разработанного проекта рекультивации. Проект рекультивации – это очень сложный процесс, который включает в себя несколько этапов. Также за размещение свалки на земле фельхозназначения предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа. А на сколько сумма большая? Суммы штрафов составляют в зависимости от статьи, которая была применена к нарушителю земельного законодательства. В случае, если при выявлении в пробах химических веществ рассчитывается ущерб, сумма штрафа административного будет варьироваться от 1000 рублей. Это в отношении физического лица гражданина. Должностное лицо – это сумма штрафа составит 5000 рублей, юридическое лицо – 30000 рублей. В случае, если применяется статья, это статья 8.7, часть 2 Кодекса административных правонарушений, в этом случае к физическому лицу применяется штраф в размере 20 тысяч. К должностному лицу и индивидуальному предпринимателю сумма штрафа составит 50 тысяч. А в случае, если это будет юридическое лицо, там от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Внушительные суммы. А много ли с начала года 2022, разумеется, за весь год, ликвидировано несанкционированных свалок на землях сельхозназначения в нашей республике? В 2022 году на территории Карачаева Черкесской республики ликвидировано 28 свалок на площади около 6 гектаров. Северо-Кавказское межрегиональное управление и в текущем году продолжит работу по устранению несанкционированных свалок на территории Карачаева Черкесской республики и вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот. Светлана Алексеевна, спасибо Вам за то, что пришли к нам в студию, рассказали о той работе, которую проводит Управление Россельхознадзора. Всего Вам доброго и до свидания. Вам тоже спасибо, мэр, за представленную возможность выступить в эфире. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В прошлом году Минпросвещение России выпустило приказ, утверждающий программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ. Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путином 24 сентября 2022 года. Необходимо вводить такой предмет, считает председатель Совета ветеранов и общественного совета Межмуниципального отдела МВД России Зеленчугского района майор милиции в отставке Мухат Батчаев. Она нужна и необходима, потому что мы, знаете, раньше, когда мы учились в школе, да, и это проходили и труды. К примеру говорю, почему сейчас они не должны неделю, там, несколько часов приучать труду и приучать вот этому военному делу. Там же не только там ты изучаешь автомат там или пистолет или что-то. Там параллельно она должна идти, подвиги наших тех же комсомольцев, тех же, да, пионер, да, вот, которые там совершали подвиги, да, Железуя Космодемьянская. Несмотря на какой-то возраст, люди совершали подвиги, они должны это знать. Изучение начальной военной подготовки позволит повысить готовность к службе в армию, а также получить и закрепить нужные навыки до призыва на военную службу. Навыки выживания в экстремальных ситуациях тоже не лишний. Человек, который умеет и знает, что делать в подобных условиях, имеет больше шансов на выживание, говорит Мухат Белялович. Детям надо доводить, что всегда есть место подвигу. И сегодня есть место подвигу. Чтобы они были всегда готовы оказать помощь нуждающему всем. И они должны быть воспитаны в том духе, когда надо, чтобы они уже чувствовали, что жизнь требует, государство требует свой долг. Да, воинская защита отечества, весь вопрос, это священный долг. Каждый человек должен отдать, вот, положено, там, год-два, да, вот, ты же, извини, так же, ты должен отдать свой долг своему государству. В среднеобщеобразовательных школах Зеленчукского района представители Совета ветеранов регулярно проводят уроки мужества. На встрече с учениками они затрагивают историю Великой Отечественной войны, вспоминают о земляках, фронтовиках, ветеранах, боевых действий. Кроме того, организовывают поездки по тем местам, где в годы войны шли ожесточенные бои. Это Марухский перевал, Холега и другие памятные места. Помнить подвиг участников Великой Отечественной войны – это наш общий долг, говорит Мухат Белялович. Военно-патриотическое, духовно-нравственное и спортивное воспитание подрастающего поколения, будущих защитников нашей Родины, является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел Карачаева Черкесской Республики. И неотемлемой частью деятельности Совета ветеранов, Общественного совета, руководства Межмуниципального отдела МДРС и Зеленчукский. И в этом направлении у нас в школах, учебных заведениях проводятся различные мероприятия. Уроки мужества в январе, феврале в школах проводятся, да, вы знаете, месячник обороны массовых работ. И в это время мы совместно, Совет ветеранов, общественный совет, сотрудниками кадрового аппарата, или ПДН по делам несовершеннолетних, другими службами участвуем в этих мероприятиях. Нам приходится рассказывать о наших славных земляках, воинах Великой Отечественной войны. В Дню Победы, или там же есть другие моменты, Станеградская битва, да, скажем там, да, битва за Кавказ, оборона Кавказа или освобождение Кавказа, памятнику защитникам перевала Кавказа, вечному огню, вот, Арженкидзевскому, там же и музей, и музей детей организовываем. На перевалах тоже бываем, бывали на Урском перевале, Морусский перевал. Да, мы когда бываем там, обязательно уборку эту делаем, да. Встречи в школах Зеленчукского района проводятся регулярно, ведь историю нашего государства, о его победах и достижениях должны знать все, особенно подрастающее поколение. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отняв. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что вот в поле, Под ветром склоняясь растет. А может она начинается С весенней запевки с Творца И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окоши горящих вдали, Со старой отцовской буденовни, Что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается Со стука вагонных колес, И с клятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? С чего начинается Родина? Продолжаем программу «Республика». В Корчаво-Черкесии на базе общественной палаты Обсудили вопросы профилактики Лечения рака желудка. Основной проблемой выявления Рака желудка и других заболеваний Являются низкие показатели Профилактических осмотров И диспансеризация взрослого населения. Подробности в материале Руфины Ковалевой. В заседании приняли участие Замминистра здравоохранения, Врачи и гастроэнтерологи, Хирург-онколог, Главврач Республиканского Онкологического центра имени Бутова. На заседании говорили о возможности Республиканской целевой программы Профилактика рака желудка Выявление и лечение пациентов С предраковой патологией желудка На 2024-2025 годы. Автором которой является Профессор Северокавказской Государственной Академии Доктор медицинских наук Сергей Котелевец. Сергей Михайлович рассказал о том, Что в Республике уже работала Подобная программа И работала она очень эффективно. Она позволяла на ранних стадиях Выявлять онкологию желудочно-кишечного тракта И проводить профилактику у группы риска Спустя 7 лет нам удалось найти Часть участников прошедших программы Потому что, ну, многие переехали Значит, сменили место жительства Где-то были, информация была недоступна И вот те, с которых мы смогли Из 2847 человек Мы реально нашли 2220 человек И выяснили состояние на этот момент Спустя 7 лет этих 2220 человек И вот оказалось, что из всех этих людей Которые прошли программу, лечились, наблюдались Проходили периодически, значит, эндоскопическое исследование И профилактическое лечение Там повторные курсы лечения проходили Среди этого населения за 7 лет Ни одного случая рака желудка не было Вот вам результат программы А теперь посмотрим, что же у нас происходит В остальной группе населения Которая не приняла участие в этой программе За 7 лет из этого населения Рак желудка имели и умерли от рака желудка 410 пациентов Ну, смотрим группы несопоставимые по количеству Да, для того, чтобы определить Аналогичную по количеству группу Мы разделили контрольную группу На соответствии И определили, что именно В сопоставимом количестве, то есть 2220 человек Из тех, которые не участвовали в программе На их долю приходится 4 с лишним пациента, умерших от рака желудка В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Тамара Кипкеева Отметила, что основной проблемой Выявления рака желудка и других заболеваний Являются низкие показатели Профилактических осмотров И диспансеризации взрослого населения Главный врач Республиканского государственного учреждения Карачаева-Черкесский онкологический диспансер Имени Бутова Зубер Махов Рассказал о профилактике Выявлений и лечении рака желудка Он также отметил, что Карачаева-Черкесия Идет на несколько шагов вперед По сравнению с другими регионами В области лечения онкологических заболеваний В 2022 году у нас под диспансерным наблюдением Было 177 человек с раком желудка Из них 88 человек с таким диагнозом Прожили 5 и более лет после лечения То есть, грубо говоря, это 50% Это неплохой результат С таким грозным заболеванием смертельным Жить 5 и более лет Девятое место занимает по заболеваемости В Карачаево-Черкесии рак желудка В 2022 году выявлено новых случаев 38 случаев Из них 1 и 2 стадии 6 плюс 17 3 и 4 стадии 11 плюс 4 То есть, где-то около 60% Это 1 и 2 стадии Это неплохой результат Индикатор федеральный Выявление первых начальных стадий Злокачественных новообразований Это 60% Индикатор нашего региона У каждого региона есть индикатор По этим индикаторам Их 5 Вообще Это догодичная летальность 5 и более лет Сколько живут 1 и 2 стадии Сколько выявляется И тому подобное По этим индикаторам Мы с Тамарой Усмановной Плотно работаем Уже в этом федеральном проекте С 2018 года Это ежемесячные отчеты И по достижениям таких индикаторов Оценивается вообще Исполнительная власть региона То есть, один из пунктов оценки Губернаторов регионов Это достижение этих индикаторов Не в виде похвальбы Но мы достигаем эти индикаторы Из года в год Мы входим в топ Десятку, наверное Регионов Российской Федерации Где достигаются эти индикаторы Это нелегко дается И почему мы достигаем эти индикаторы Это очень длительный разговор Но и тем не менее Надо отдать должное нашему региону Мы на несколько шагов вперед идем Чем другие регионы Во-первых, по инициативе И реализован и построен Новый современный Насыщенный онкодиспансер Это благодаря Наверное, Рашиду Борисовичу Тимрезову Который начал этот проект Еще до того, как Эта программа началась Программа Профилактика рака желудка Выявление лечения пациентов С предраковой патологией желудка На 2024-2025 годы Будет направлена В Министерство здравоохранения Карачаева Черкесии Для получения экспертного заключения Субтитры создавал DimaTorzok Ночь глядит в твои глаза Все звезды мира над тобой Посмотри и загадай Где твоя звезда Где твоя любовь Там, где горы спят во тьме Где воздух чистый, как слеза Небо слушает людей Хочешь ли ему что-нибудь сказать Южной ночью Небосход красив и прочен Южной ночью Звезды говорят Южной ночью Загадаешь все, что хочешь Южной ночью Звезды воплотят Что ты хочешь для себя Каких вершин, каких долин Есть ли те, кого любя Хочешь ты назвать именем своим Скажи желание свое И мир изменится с утра Не забудь Лишь об одном Злого не желай Пожелай добра Южной ночью Небосход красив и прочен Южной ночью Звезды говорят Южной ночью Загадаешь все, что хочешь Южной ночью Звезды воплотят Южной ночью Небосход красив и прочен Южной ночью Звезды воплотят Южной ночью Звезды говорят Радио России Карачаево-Черкесия Погода Радио России По сообщению синоптиков Сегодня по Карачаево-Черкесии Переменная облачность Преимущественно без осадков Ветер в южной четверти 5-10 метров в секунду Температура воздуха Плюс 2, плюс 7 В горах местами Минус 3, плюс 2 Утром местами на дорогах Гаваля В горах Карачаево-Черкесии Выше 2500 метров Лавина опасна В Черкесске Без существенных осадков Ветер в южной четверти 5-10 метров в секунду Температура воздуха Плюс 3, плюс 5 На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаево-Черкесии Республика Подошла к концу Над выпуском работали Корреспонденты службы информации Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев В студии работала Мадина Жужуева Мы прощаемся с вами И желаем всем хорошего дня И до скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова